Так, сегодня мы будем с вами говорить о стиле женщин после 40, стиле женщины после 40 и будем говорить о мифах, которые связаны обычно с этим возрастом и более поздним возрастом и будем говорить о современном взгляде на этот возраст, будем говорить о современном взгляде на стиль в этом возрасте и собственно будем искать ту самую золотую середину, которая с одной стороны позволяет вам выглядеть свежо и благородно, но с другой стороны абсолютно адекватно возрасту. То есть, чтобы вы не выглядели, как будто вы молодитесь, либо наоборот не превратились в британскую королеву. Вот этих двух крайностей будем избегать. И с какими основными мифами мы сталкиваемся? Во-первых, это цветовая гамма. Многие постепенно приходят к тому, что с возрастом женщине лучше придерживаться более сдержанных цветовых сочетаний. Я считаю, это не так. Правильно поставленный акцент, правильно поставленный акцент в виде принта может очень сильно освежить образ. И в целом сделать образ более ярким, более интересным, более женственным, но при этом без какой-либо нотки вульгарности. Если же вы придерживаетесь только сдержанных нейтральных пастельных тонов, то есть вероятность, что часто вы можете выглядеть и полнее, и немного бледнее, чем вы есть на самом деле, уж тем более, чем вы себя ощущаете. Еще один такой нюанс. Часто, выбирая аксессуары, женщины после 40 придерживаются какого-то универсального варианта, придерживаются принципа одной сумки. Да, сумку можно оставить одну, но нужно помнить, что в этом возрасте ни в коем случае не следует забывать. Так, я кстати себя не вижу почему-то до сих пор, поэтому сейчас щелкну, обновлюсь и пойму, видите ли вы меня. Так, все замечательно. Главное, плюсик поставил веселый Роджер. И я говорил о том, что ярко поставленная деталь в целом правильно структурирует образ, делает его акцентным, добавляет ему яркости и как раз соответствует той концепции, которой мы придерживаемся поиска одновременно женственного, интересного образа, но при этом не кричащего, не вульгарного. Позже я покажу много картинок, и собственно на базовых предметах базового гардероба мы разберемся, а мы собственно разберемся, что должно быть в базовом гардеробе женщины после 40, и на конкретных примерах я вот эти принципы проиллюстрирую. Часто многие женщины с возрастом приходят к принципу серости, придерживаясь исключительно черного либо темно-серого цвета. Но тут думаю, комментарии излишни, это изначально неправильно, так как с возрастом всегда типаж становится менее контрастным, внешность становится менее яркой, и такие темные грубые цвета, конечно, будут убивать. Ну и также нужно помнить о том, что в мягкости не есть ваше спасение. Многие женщины придерживаются с возрастом принципа комфорта, и часто выбирают вещи приятные на ощупь, комфортные по фактуре и совершенно бесформенные по форме. Я понимаю, что с одной стороны комфорт это хорошо, но нужно помнить, что в нашем сознании полное всегда ассоциируется с чем-то бесформенным, а наоборот структурированное, зонированное и контрастное, наоборот с чем-то более молодым, более подтянутым и более худым. И позже на предметах базового гардероба я вам покажу, какие предметы могут создавать именно эти эффекты. Итак, собственно предметы базового гардероба. Я уже сказал о том, что принцип исключительно пастельных тонов изначально неправильный. Для того, чтобы выглядеть благородно, но при этом свежо, женственно и ярко, потому что в любом возрасте женщина хочет быть яркой, она хочет быть привлекательной, она хочет нравиться, она хочет даже глядя на себя в зеркало получать положительную эмоцию. И если запираться исключительно в серости и в пастельных тонах, то очень быстро жизненная энергия выгорает. А вот яркость, правильно поставленные акценты наоборот позволяют сделать образы более интересными и соответственно более эмоционально подходить к своему стилю. Нужно понимать, что стиль одежды это игра. Да, мы надеваем одежду не только для того, чтобы прикрыть наготу и не только для того, чтобы соответствовать какой-то ситуации. Надевая разную одежду, мы получаем разные эмоции. И если мы вводим более яркие акценты в свой гардероб, именно в свой базовый гардероб, то соответственно мы повышаем вот свой эмоциональный заряд. Нам будет легче выходить из дома и нам будет легче идти по жизни. И поэтому вещи с принтами, вещи с такими не очень яркими цветами, то есть берем за основу коричневый, синий, зеленый, добавляем немного пастельных тонов, можем добавить немного молочного. То есть это не должны быть кислотные принты, это не должны быть через черкветящие какие-то блестящие либо голографические вкрапления. Это должен быть такой органический, естественный, красивый принт. Но вот кофейные тона супер универсальны, потому что они легко сочетаются и с бежевым, и с серым, и с синим. То есть их можно миксовать абсолютно с чем угодно. И вот такие кофейные принты должны обязательно присутствовать в базовом гардеробе. Также нужно помнить о том, что крупные принты позволяют визуально уменьшить объемы и делают образ более собранным, более структурированным. И даже такая бесформенная вещь, как накидка, вот то, что мы видим на фотографии, такой крупный принт не выглядит небрежно. Если бы она была просто пастельного цвета, в кэжуальной носке, в повседневной носке, если вы не будете ее каждый день отпаривать и крахмалить, она будет выглядеть просто как одеяло, как покрывало, какой-то мешок. Если же присутствует крупный контрастный принт, это позволяет даже вещи бесформенные, даже вещи суперкомфортные сделать визуально более структурированными, более жесткими и, соответственно, сделать образ визуально более подтянутым. Поэтому обращайте внимание на такие крупные принты в верхней одежде, в кардиганах, возможно, блузы, если это какие-то удлиненные блузы или патлюники. Потому что на коротких, как правило, крупный принт не раскрывается. И очень эффектно крупный принт смотрится на юбках, как трапециях, так и карандашах. Вы можете сочетать их с пастельным верхом, ибо, наоборот, с какой-то блузой насыщенного цвета. И, соответственно, таким образом вы визуально убираете объемы снизу, делаете образ визуально более жестким, более структурным, более подтянутым. Но при этом это абсолютно кэжуально, абсолютно комфортно. Также нужно помнить о том, что яркие цвета в сочетании с правильным акцентом макияжа тоже могут сделать, тоже могут очень сильно освежить образ. В целом, главные принципы макияжа женщины после 40. У лица должна быть структура, у лица должна быть форма. Поэтому уделяйте внимание глазам, уделяйте внимание бровям. Они должны быть обязательно заметны. Слишком тонкие брови всегда будут добавлять возраста. В меру густые, естественные, натуральные, широкие брови, наоборот, визуально освежают лицо и делают его более молодым. Второй момент, это ваш типаж. Я думаю, что к этому возрасту женщина уже понимает, к холодному либо типажу она относится. И уже основные цвета в макияже знают. Но нужно понимать, что с одной стороны все типажи с возрастом выцветают. А с другой стороны, более теплые тона во внешности всегда воспринимаются как более жизненные, более витальные, более молодые. Поэтому иногда можно добавлять контрастные теплые румяна, то, что мы видим на данной фотографии. Это визуально освежает лицо. И этот же принцип мы используем, когда добавляем более яркие цвета в гардероб. Многие девушки выбирают более яркую помаду. Для девушек после 40 можно также использовать чуть более насыщенные румяна персиковых либо карамельных оттенков. Это должен быть теплый цвет. С одной стороны, это позволяет структурировать лицо. Оно выглядит более худым, более подтянутым. С другой стороны, цвет лица выглядит более живым. К тому же, если у вас холодный контрастный типаж и холодные глаза, на фоне теплых румян глаза будут выглядеть более светлыми. Потому что с возрастом мы знаем, что склера тоже может немного темнеть. И вот такой легкий контраст макияжа в сочетании с ярким цветом в одежде может визуально сделать внешность более свежей, более молодой. И, соответственно, в базовом гардеробе обязательно должны присутствовать топы не только пастельных базовых тонов, не только нейтральный какой-то черный, темно-синий. Обязательно должен присутствовать яркий, насыщенный цвет. Но начать я хотел бы сегодня все-таки с бижутерии. Потому что для женщины после 40 это такой базовый предмет, который обязательно должен присутствовать в образе. Бижутерия позволяет в целом изменить восприятие силуэта. Если вы добавляете округлое колье, колье круглой формы сверху на не очень крупную грудь, визуально грудь выглядит более подтянутой и более высокой. Наоборот, если у вас крупная опустившаяся грудь, выбирая колье V-образной формы, вы тоже можете сделать силуэт визуально более стройным, более высоким, грудь более подтянутой. То есть правильно подобранное колье, правильно подобранный жемчуг обязательно должен присутствовать в гардеробе каждой женщины. И вот такой крупный жемчуг для не очень крупной груди, либо наоборот мелкий жемчуг длинной нитки для более компактной груди будет очень эффектным дополнением. Также эффектный базовый элемент бижутерии это колье из длинных цепочек. Поверх любого бесформенного топа, поверх любого свитера, даже поверх черной водолазки, такое колье сразу добавляет образу шикарного звучания. Нужно понимать, что с одной стороны с возрастом внешность теряет яркость и некоторые яркие вещи, которые были уместны в юности, могут быть уже неуместны после 40, они выглядят просто неорганично. Но с другой стороны, добавляя немного экстравагантности, вы получаете тот образ, который никогда не сможет создать очень молодая девочка. Потому что на молодых девушках экстравагантность выглядит часто грубо, либо пошло. Только женщина в возрасте может достойно нести, ну как не женщина в возрасте, после 40 это еще не возраст. То есть в современном мире 60 это еще такой активный возраст. Кстати, мне сегодня очень порадовала новость, в Индии родила женщина 68 лет. Это конечно было ЭКО и очень сильная гормональная поддержка. Но сам факт того, что даже такой вот естественный барьер уже начинает отодвигаться, ну по-другому заставляет посмотреть на свой возраст. И сейчас 40 это конечно очень красивый, очень элегантный и очень активный возраст для женщины. Поэтому крайне важно поймать в этом возрасте вот те фишки, которые делают вас особой, яркой и заметной. В этом возрасте уже стратегия серой мышки не срабатывает. Стратегия такой закрытой наивной девочки тоже не срабатывает. Вы должны быть заметны. И плюс вы должны быть уверены в себе. И бижутерия это всегда такой ключик к вот этой естественной открытой уверенности в себе, которая должна присутствовать у каждой женщины. Многие женщины боятся бижутерии, потому что им кажется, что это чересчур ярко, что они будут выглядеть вульгарно, вызывающе. Но при этом бижутерия это именно то, что позволяет себе сознательно сообщить, что да, я сегодня хочу нарядиться, я сегодня хочу выглядеть ярче и лучше и я готова к этому вниманию. Поверьте, яркий предмет бижутерии, когда вы начинаете его носить, он заставляет просто пересмотреть взгляд на себя. И вы преодолеваете вот это стеснение, и затем вы уже становитесь отчасти зависимы от этого внимания и уже более органично носите яркую одежду, более органично носите яркую бижутерию и более естественно принимаете комплименты. Потому что у нас многие женщины даже комплименты принимать не умеют. Еще один такой яркий элемент это архитектурные крупные кольца. Если говорить о распределении акцентов в бижутерии, то на первом месте будут браслеты и кольца. Так как эти предметы смещают акцент в зону талии и часто составляя образы с жакетами, с приталенными пальто, либо просто с смарт-платьями, либо с какими-то широкими поясами, которые подчеркивают талию. Этот акцент нужно усилить при помощи такого яркого акцента, либо в виде яркого клатча, либо в виде крупного браслета, либо в виде такого вот архитектурного кольца. Долгое время такие крупные коктейльные кольца считались элементом исключительно вечернего стиля. Но сейчас это уже элемент и кэжуала в том числе. И такие кольца в сочетании с темными цветами можно носить даже в кэжуальных образах. Если брать первое и третье кольцо, то их можно представить даже в сочетании просто с плотным трикотажем и с кинни-джинсами темных цветов. И такое кольцо будет как раз ярким, эффектным дополнением кэжуала. Понимаете, что если вы не обладаете яркой такой харизматичной красотой, слишком сдержанные вещи в кэжуале делают из вас серую мышку, очень сильно простят внешность женщины. И обязательно нужно добавлять такие вот яркие акценты, которые будут добавлять образу немного изюма. И вот крупный металлический браслет, это вот второй элемент, о котором я говорил. И сочетание такого широкого браслета и яркого кольца тоже может быть интересной идеей. Главное не носите гарнитуры, потому что это всегда выглядит не очень уместно, но это просто старомодно. И лучше выбирать браслет и кольцо из одного металла, но при этом лучше, чтобы акцент смещался явно в одну сторону. Если вы взяли кольцо с крупным ярким камнем, то, соответственно, браслет должен быть просто металлический. Либо наоборот, если вы взяли браслет, усыпанный какими-то камнями, либо с какой-то эмалью, то, соответственно, кольцо должно быть более сдержанное, более аккуратное. Вот браслет с кабошоном тоже из той же серии, тоже может быть ярким акцентом, не только в вечернем образе, но и в интересном, необычном кэжуале. Так, давайте посмотреть, что происходит в чате, потому что вы же там, наверное, проявляете какую-то активность. Так, нет, пока все здороваются, значит, двигаемся дальше. Следующий базовый элемент в гардеробе женщины – это вещи с принтами. Яркие, стробящие, крупные принты визуально размывают силуэт и при этом делают образ более компактным. Таким образом вы выглядите более стройной и более подтянутой. Если этот принт еще правильно разложен, правильно разложен купон, вот как элемент асимметрии, то, что мы видим справа, либо широкие контрастные полосы, то, что мы видим слева, либо это может быть принт, который сходится иксом по области солнечного сплетения. Вот если принт, к тому же, еще и визуально как-то подчеркивает линии силуэта, либо их простраивает, эта вещь может стать просто любимой. Я считаю, что в гардеробе каждой женщины обязательно должно присутствовать платье в яркий, такой стробящий принт. Летом это просто незаменимый предмет. Если вам оно кажется слишком ярким в примерочной, помните мой совет относительно румяны и использования теплого оттенка, к примеру, в помаде. Но летом еще также хорошо завести себе в косметичке обязательно бронзер. Мягкий, золотистый, теплый акцент позволяет структурировать лицо, сделать его более встроенным и сообщить, опять же, более теплый оттенок кожи. Летом это органично смотрится на всех и это очень сильно освежает. И вот такие стробящие принты в сочетании с теплым акцентом будут очень уместны. Также в базовом гардеробе каждой женщины обязательно должен присутствовать трикотаж. Ну, трикотаж это просто элемент комфорта. Но при этом следует отказаться от слишком обтягивающих свитеров водолазок, если у вас не идеальная фигура, если у вас не компактная грудь до третьего размера, при этом высоко сидящая, если у вас непропорциональная шея. То есть, если вы не худенькая, подтянутая, то лучше не использовать слишком обтягивающий трикотаж, а наоборот выбирать более свободный трикотаж, желательно более плотный, он должен держать форму. Если это зима, то, соответственно, это шерсть обязательно с добавлением. Либо это хлопок, там до 20%, либо это может быть какая-то синтетика, которая тоже дает материалу такую жесткость. Второй элемент. Трикотаж должен быть архитектурным, он должен простраивать силуэт. Это должен быть глубокий V-образный вырез, либо укороченный широкий рукав, либо асимметричный акцент на талии, либо какая-то баска, либо асимметричное просто само полотно, визуально делающее силуэт стройнее. То есть, вот таким принципом должен соответствовать трикотаж. И при этом помните, что всегда работает принцип контраста. Для того, чтобы визуально выглядеть стройнее, вы можете обтянуть одну зону и наоборот надеть что-то более объемное, оверсайз, на другую зону. И, соответственно, в данном случае вы можете сочетать объемный архитектурный трикотаж с обтягивающими леггинсами, с юбкой-карандашом, с не очень широкой прямой юбкой. Либо наоборот, ну, мне наоборот все-таки лучше, наоборот там сложнее, поэтому сейчас не буду. В общем, принцип объемного верха и обтянутого низа всегда делает силуэт более легким. И это работает в том числе и верхней одежде. Если вы хотите визуально выглядеть стройнее при невысоком росте и нормальных объемах, выбирайте полупальто, сочетайте его с узкими брюками, либо узкой юбкой, и это визуально сделает силуэт более легким. Многие девушки с крупными бедрами боятся узких брюк и узких юбок, но обязательно в гардеробе женщины после 40 должны присутствовать заужающиеся к низу брюки. Если фигура позволяет, вы можете взять классические брюки-сигареты, то, что вы видите на левой фотографии, но часто мне девушки спрашивают, а вот если тип фигуры груш, если крупная попа, если крупные бедра, то здесь нужно взять брюки, которые больше напоминают те, что мы видим слева. Да, в силуэте я не афгани, но при этом за счет того, что у них присутствуют защипы, за счет того, что у них присутствует такой врезной карман, они чередованием вот этих линий делают у бедра визуально более подтянутыми и более стройными. К тому же, когда силуэт заужается к низу, это тоже визуально делает верх более аккуратным, более компактным. То есть вы мягко оформляете верхнюю часть и максимально стройните нижнюю часть. Очень важно, чтобы такие брюки не обтягивали, то есть не должно образовываться никаких горизонтальных складок. Это должна быть не спадающая вертикальными мягкими линиями ткань. И тогда вот эти не спадающие мягкие линии будут делать вас визуально стройнее. Это работает как в темных тонах, так и в светлых тонах. То есть для летних брюк эти же принципы можно применять. И к тому же помним о том, что стройбящие принты могут визуально стройнить. И вот как я показывал на первом слайде, там была девушка в таких брюках-сигаретах в принт. И вот в базовом гардеробе один из этих трех вариантов может присутствовать. Если говорить о трикотаже, так же и мягкий трикотаж может присутствовать в вашем гардеробе. Но это трикотаж, который носится не на голое тело, а в контрасте с чем-то. Как я уже говорил, что для того, чтобы образ выглядел визуально более стройным, более подтянутым, необходимо создавать вертикальные линии, необходимо создавать контрасты. И вот слева и справа мы видим два примера таких контрастов. С одной стороны у нас кардиган контрастирует с брюками и топом. С другой стороны у нас контраст такой туники с трикотажем, который надет сверху. Вот эти контрасты создают площадки в центре образа, которые визуально делают образ более тонким, более аккуратным. Возьмите просто свою фотографию и на ней начертите две вертикальные линии. И поиграйте шириной этой линии. Вот вы заметите, что когда вы добьетесь определенной пропорциональной ширины, это где-то на реальном человеке, это около 5 сантиметров, увидите, что разделенный на три части силуэт выглядит визуально более стройным, более подтянутым. Вот именно такое разделение мы делаем при помощи трикотажа, при помощи длинных кардиганов, при помощи свитеров, которые мы надеваем поверх туник, чтобы снизу выглядывал фартушек. Но этот фартушек должен быть обязательно довольно длинным. Это не должны быть 5-7 сантиметров от просто высунувшейся рубашки, это выглядит неопрятно. Это должно быть 15-20 сантиметров, то есть довольно длинный хвостик. Но это хорошо, потому что сейчас такая мода, и сейчас очень много таких топов, и появляются даже топы с очень длинным хвостом практически до пола, и, соответственно, вы можете подобрать свою длину. Ну, часто, если у девушки не очень объемная попка, хорошо смотрится такой длинный хвостик длиной приблизительно до колена, то есть он визуально добавляет объема и делает силуэт пропорциональным. Так. Блузы с характером, назовем этот раздел. Разумеется, в гардеробе могут присутствовать базовые нейтральные блузы, черная, белая, темно-синяя, но при этом обязательно, кроме блуз насыщенных цветов, о которых я говорил выше, обязательно должна быть одна блуза в яркий принт. Это всегда освежает образы с жакетами. Вы можете взять просто темно-синий жакет и блузу в принт леопард, и уже все решено, все сделано. И принт должен быть действительно прям в вырви глаз, он должен быть таким кричащим, ярким, контрастным. И с другой стороны, обязательно должны присутствовать блузы с контрастными акцентами. Это может быть контрастный ворот, контрастный шарф, контрастные рукава, может быть контрастная манишка. Такие контрасты тоже работают на структурирование образа и опять же выполняют все то, о чем я выше говорил. Видите, принципы довольно просты, они универсальны, они применимы абсолютно ко всем предметам одежды. Главное их уловить, и тогда вы просто сразу же будете понимать, чего в образе не хватает. Вот когда не хватает контраста, когда не хватает структуры, когда не хватает яркого какого-то принта. Я уже много говорил о жакетах. И жакет в гардеробе женщины, это для многих, конечно, непривычный вариант, но умение носить жакеты всегда добавляет элегантности. Женщина, которая может носить жакет, она даже в простом платье всегда по привычке держит спину ровнее. То же самое, как и мужчины, которые постоянно носят пиджаки. И, соответственно, жакет должен быть обязательно с довольно жесткой линией плеча. Она может даже быть немного вздернутой для создания так называемого эффекта пагоды. Видели пагоды? Они, какого бы ни были размера, они всегда выглядят очень компактными, очень аккуратными, очень устремленными ввысь. За счет того, что подкручиваются уголки крыши. И вот здесь то же самое. Вот такой вот немного подкрученный угол делает плечи визуально более компактными, более аккуратными и в целом силуэт более устремленным в небо. Лацкан обязательно должен быть заметным. Для того, чтобы силуэт выглядел более стройным, лацкан должен быть широким. Он должен занимать где-то половину грудины. И при этом пуговица должна быть довольно низкая. Она должна быть практически на уровне пупка. Если вы хотите, чтобы жакет вас стройнил, если вы хотите, чтобы он вас вытягивал. Даже если у вас идеальной формы бедра и ягодицы, все равно на женщине адекватнее смотрится жакет длиной либо до середины ягодиц, либо полностью закрывающий ягодицы. Если вы полностью закрываете ягодицы, вы можете зачитать такой жакет с узкими брюками, леггинсами, узкими юбками. И это будет делать силуэт еще более эффектным, еще более стройным. Поэтому жакет обязательный элемент базового гардероба любой женщины. Как вы уже заметили, очень много говорится о многослойности. И один из элементов вот такого, один из элементов этих многослойных образов это понча, либо такая накидка, либо плед, то что было в моде пару лет назад. Но при этом до сих пор встречаются такие красивые пледы, в крупный яркий бринт, вот то что мы видим слева это кинзо, либо справа бёрбери. Либо если у вас довольно много ярких брюк, либо ярких сумок, вы можете выбрать базовый нейтральный такой вот бежевый вариант. Он выглядит просто сказочно, вы превращаетесь моментально в герлу. Но при этом все-таки вот яркий принт, то что вы видели на третьем слайде в начале презентации, будет смотреться более уместно. И он будет более универсален в плане сочетания. И еще один элемент, о котором хотелось бы поговорить, который четко вносит акцент в образ, который четко структурирует образ. И к тому же визуально всегда делает лицо более подтянутым. Шляпа акцентирует внимание на глазах, на верхней части лица, над тем, что прячется под этой шляпой. Вот эта вот загадочность, она притягивает. Ну и просто пропорционально геометрически шляпа, вот эта округлая линия, она визуально заканчивается, визуально рифмуется с глазами. И тогда, собственно, вот этот акцент... Поэтому мы смотрим на глаза, когда видим женщину в шляпе. Это уводит внимание от зоны подбородка, от зоны шеи. Мы, если заметили, не говорили в подборке бижутерии о крупных серьгах, потому что часто крупные серьги могут акцентировать то, что акцентировать не нужно. Шляпа, наоборот, уводит внимание вверх. К тому же шляпа это хороший структурирующий элемент во всех оверсайз образах. Какие-то свободные туники, летящие легкие балахоны. Когда вы добавляете соломенную шляпку, образ уже выглядит собранно. И зимой, когда вы выбираете оверсайз пальто, либо надеваете пончо, добавляя шляпу, вы делаете финальный штрих, вы ставите точку в образе, сообщаете такой вот правильный графичный акцент. И правильно подобранная шляпа широкополая, либо более компактная форма Федора, либо форма Трибли, может быть отличным элементом для такого женского базового гардероба. Нужно помнить о том, что каблук это важный элемент пропорции всего образа. Непропорциональный каблук часто портит весь образ. Если вы выбираете объемный силуэт, если вы выбираете широкие брюки, если вы поставили еще каких-то сверху акцентов, то слишком тонкий каблук, шпилька будет делать образ неустойчивым, шатким. Это эффектно смотрится на романтически худеньких девушках, когда вы парите и порхаете. Но при этом на женщине слишком тонкий каблук часто смотрится неуместно. И если бедра полноваты, если икры полноваты, шпилька это абсолютно запретный вариант. Лучше выбирать вариант на более устойчивом каблуке. Он всегда выглядит более адекватно в сочетании со всеми вот теми предметами, которые я описал выше. Он органичнее вписывается в женский базовый гардероб. К тому же можно выбирать обувь с контрастными элементами. Вот контрастная подошва, то что вы видите здесь, либо такие вот необычные формы каблуки. Это тоже добавляет образу немного экстравагантности и раскрывает как раз женскую красоту, такую насыщенную красоту, красоту готовую к вниманию. То, о чем я говорил в начале, когда говорил о бижутерии. Поэтому с одной стороны устойчивый каблук, но с другой стороны какой-то элемент экстравагантности. Этим элементом, кстати, может быть и цвет. Если у вас много обуви, вы можете себе позволить под каждый образ подбирать что-то действительно на 100% подходящее, тогда яркий цвет, необычный материал может быть тоже интересным решением. Здесь главное просто не переборщить. Помните о том, что центр должен быть один, и вот с яркой обувью весь верх должен быть абсолютно нейтральным. И последний базовый элемент, о котором я сегодня хотел бы поговорить, это очки. Очки делают форму лица. Слегка тяжеловатая форма, слегка тяжеловатое право. Чуть более яркий материал, какой-то необычного тона рок, либо необычного тона пластик. Слегка дымчатые стекла, они полностью черные, а слегка полупрозрачные. Это визуально делает лицо более подтянутым, и когда это стекла на 100% закрытые, когда это непрозрачные стекла, мы смотрим на скулы и на губы. Когда стекла полупрозрачные, мы обращаем внимание на глаза. Глаза выглядят более томными, более эротичными, более насыщенными. И поэтому, такой акцент в виде таких слегка экстравагантных очков, тоже очень эффектно смотрится на женщине. И этот элемент обязательно следует использовать как раз для кажульных образов, когда необходимо добавить яркости, когда немного необходимо добавить экстравагантности. Но, как увидели, все предметы с характером. Нельзя сказать, что какой-то из этих предметов совсем базовый, совсем нейтральный, и встречается абсолютно во всех гардеробах. У меня на сайте есть несколько статей о женском базовом гардеробе, в том числе есть базовый гардероб женщины. И там приведена подборка нейтральных предметов, которые могут дополнить абсолютно все. И нужно понимать вот две большие разницы между принципом формирования того базового гардероба, который описан на сайте, и вот тем принципом, который... Что-то я у вас не в фокусе. Тем принципом, который я вам проиллюстрировал сейчас. 10 лет назад главный принцип составления образов у многих стильствов был такой. Создаем нейтральный фон и добавляем какой-то яркий акцент. Поэтому много говорилось о шарфиках, о поясках, о бижутерии, о итбэкс, то есть ярких сумках. Сейчас же наоборот, стремятся находить вот эту золотую середину, чтобы каждый из предметов в образе был интересным, оригинальным, но при этом они не перекрикивали друг друга, чтобы они не конфликтовали друг с другом. И поэтому в этой версии базового гардероба женщины я подобрал предметы, каждый из которых с каким-то характером, с какой-то изюминкой. Вроде бы по отдельности не черный, но вместе образ получается сложный. Его интересно разглядывать, на его интересно смотреть. Вот именно такое впечатление, такое настроение должна производить женщина. И ей самой должно быть интересно разглядывать свои детальки. Когда вы надеваете вещи, которые вызывают у вас какую-то эмоцию, какую-то обратную эмоциональную связь, вы отмечаете интересную деталь, интересный цвет, то, что эта вещь приятная на ощупь, какие-то приятные воспоминания с ней связаны, тогда эта вещь заряжает вас определенные эмоции. Ведь мы надеваем одежду для того, чтобы получить определенную эмоцию. И я рекомендую подходить к составлению базового гардероба именно с этим принципом. Тогда вы будете чувствовать себя яркой, эффектной, желанной, привлекательной. Ведь именно эти принципы все женщины, ну, как мне кажется, ставят перед своим гардеробом. Рваные джинсы и бойфренды приемлемы после 40-ка. Да, они могут выглядеть уместно, если это соответствует внешности. Если вы в целом подтянуты, у вас натуральный типаж, либо романтический типаж, бойфренды могут стать очень интересным акцентом. Если это темный цвет, то в сочетании с атласом можно получить очень интересный, такой шикарный, слегка экстравагантный образ. Поэтому, в принципе, 40 лет это не стоппер для бойфрендов. Джинсы можно носить. Ну, а если говорить о силуэтах, там, скини, вполне уместно. Юбка мини после 40-ка не выглядит вульгарно. Что не стоит носить после 40-ка? Ну, если это совсем мини, то может выглядеть вульгарно. Но если это длина, то мини, которая сантиметров на 15 выше колена, то, в принципе, если форма, ну, красивая, почему бы и нет, в сочетании с правильными колготками. Если это не выглядит вульгарно, если это не выглядит вызывающе, если там качелок, кружево не торчит, то почему бы и нет. Что не стоит носить после 40-ка? То, что подчеркивает, то, чего подчеркивать не надо. Если у вас крупная грудь, ну, все мы живем на планете с гравитацией, понимаем, что с натуральной крупной грудью происходит после 40 лет. Когда женщина собирает все это и при этом пытается максимально высоко задрать, но при этом ты видишь, что у груди нет тонуса, это выглядит ужасно. Не стоит подчеркивать то, чего не нужно подчеркивать. Когда это огромный живот, но при этом он перетягивается поверх кардиганчика тонким пояском, это тоже выглядит неадекватно. То есть нужно уметь адекватно относиться к своей внешности, адекватно себя подать. Подчеркивайте то, чем вы можете гордиться, то, что делает вас особенной. И в этом возрасте, после 40-ка, уже особенное вас делает не только то, что вам дала природа, а то, что вы еще накопили сами у себя в голове. Поэтому легкая экстравагантность как раз помогает женщинам раскрыться. Какой бижутерия на шее вы бы украсили женщину драматического типажа с короткой стрижкой, например, Тильду Свинтон? У меня есть в видеозаписи, в видеозаписах ВКонтакте и на моем ютубовском канале видео бижутерии и типаж. И там я рассказываю как раз и про Тильду в том числе. Это драматический типаж, и ей пойдет яркая такая архитектурная бижутерия. Это какие-то монолиты, это крупные камни, это такие яркие выразительные формы. Но при этом арабика на таком типаже тоже иногда смотрится очень интересно, очень артистично. гардероб после 40 может подойти на 38 лет? Ну, в принципе, да. Если вот вы увидели те вещи, которые вам нравятся, в которых вы чувствуете себя комфортно, то почему бы и нет? То есть нижней границы здесь нет. Почему мы говорим после 40? Потому что подразумеваем, что есть какие-то определенные ограничения. Ограничения приличия, ограничения по тому, как выглядит фигура, какое впечатление в целом производит внешность. Поэтому есть какие-то ограничения. Если у вас эти ограничения еще не наступили, это не значит, что вы не можете носить какие-то из увиденных вещей, если они вам просто понравились. Подскажите, если верх немного крупнее, низа многослойность в одежде не утяжеляет ли его вообще? Вы берете черный удлиненный кардиган, сочетаете его со светлыми джинсами либо светлой юбкой и правильно смещаете акценты. То есть, просто правильно расставить акценты. Более темный цвет сверху, более светлый снизу, и вы тогда уравновесите силуэт и будете выглядеть на сесту. Я всегда ношу крестик, как сочетать бижутерию. Но с крестиком бижутерия действительно никак не сочетается. Нет, это не вариант. То есть, сверху никакое колье, никакую подвеску вы уже не наденете. Соответственно, только браслеты, только кольца остаются. Ну, придерживайтесь тогда той цветовой гаммы, которая вот крестик. Если он серебристый, то, соответственно, серебра, если он золотистый, то золото. Потому что, если контрастирует бижутерия, это не так катастрофично. Если контрастирует какая-то религиозная символика, это уже не то. Леопардовый принт до сих пор актуален. Последние лет 70. Роман, интересно, а женщине в 50 с утильной фигурой размер 40-42 можно носить дуги скини и платье трапеция чуть выше колена? почему бы и нет. Длинная юбка на рост метр пятьдесят восемь подходит. Если это юбка с завышенной талией в сочетании с принтованным ярким топом, то можно. Шляпа добавляет или уменьшает рост? Все зависит от пропорций. Если вы не высокого роста, то вам лучше выбрать компактную шляпу и обязательно устремленную вверх трапецией форму. Если наоборот у вас рост достаточный, то округлая тулья и более широкие поля могут сделать силуэт более приземистым. Все зависит от формы. Какие платья подбирать для типажа гамин после сорока? Ну, трапеция по-прежнему идет. При этом вы можете взять трапецию в яркий принт, трапецию с контрастным акцентом. Ну, вот те же принципы, которые я озвучил в семинаре по блузам, вот те же принципы и к платьям можно применить. В гриме нам же очень идут различные платья с воротничками, с шарфами, с воротом-лодочкой, там широким отложенным воротом. Очень много интересных трапецийных платьев, которые можно подобрать. Продолжение следует...